Микс Ньюз Разворот У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радиоболтком 672 12 93 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Разворот Сегодня его веду я, Вадим Родионов Помогает на звукорежиссер Евгений Копеин В гостях у нас сегодня начальник Отдела аэронавигации Агентства гражданской авиации Латвии Мария Черненок, здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем с тех ЧП, которые произошли В аэропорту Рига в последнее время Ну вот и последнее Достаточно громкое происшествие Связано с самолетом компании Вим Айрлайнс Это чартерная российская авиакомпания На борту которой находились игроки Хоккейного клуба Лада и во время взлета Самолет вышел за пределы взлетной полосы Снес там некоторые небольшие сооружения Ну то есть это достаточно серьезное Чрезвычайное происшествие для нашей страны Вот что известно на данный момент? Что произошло и что стало причиной? Ну на данный момент известно, что идет Расследование о деталях и о причинах Этого происшествия Пока Наш бюро расследований Авиационных происшествий Так В первой версии не выдвигались Уголовное дело уже заведено Ну уголовное дело Да Относительно того, что преступления на транспорте Ну нам известно то же самое, что и вам И всем остальным от прессы Я думаю, что в ближайшее время будет уже серьезная Серьезная работа проведена Начальная и тогда появятся уже первые результаты Что же там случилось Ну самый главный результат этого происшествия Что все остались живы Это самое ценное Ну вот если говорить о происшествиях в аэропорту Рига То за последнее время произошло Несколько достаточно таких резонансных ЧП Ну в частности одно из них Это посадка самолета компании AirBaltic С невыпущенным передним шасси И тоже такая история И были видеокадры Где было показано, как это все происходило То есть история достаточно пугающая В том числе для Латвии Поскольку в принципе мы привыкли Что у нас все более-менее спокойно всегда проходит И ЧП, таких серьезных ЧП практически нет Вот что на ваш взгляд происходит Почему в последнее время кажется Что вот эта ситуация как-то стала более напряженной, чем раньше Или может быть это всегда было Просто мы так не обращали внимания Ну Всякого рода мелкие такие происшествия Конечно они случаются И на результат полета Они конечно влияние не оставляют Все инженерные службы Все работают и следят Ну а такие случаи Они Этот технический дефект был на самолете То есть это шасси когда не вышло переднее Да, это технический дефект Но он Сейчас Проведены все необходимые работы Мероприятия И самолет улетает И я думаю Безопасность от этого не пострадает Ну а вообще если говорить об авиации То есть Ну Такая известная история Что авиация это самый безопасный вид транспорта Вид передвижения То есть Насколько На данный момент Безопасно вообще летать на самолетах То есть Вот как это На сегодняшний день Ну до сих пор И И статистика этого показывает Что авиация действительно Самый безопасный вид транспорта И Так если среднестатическое Тогда Оно действительно Небольшое Но Каждый случай Конечно Берется под Под лупу Как говорится И следуется И Очень внимательно Ко всякого рода Происшествиям Отношения очень серьезные Более того Вот такие Исходя из этих Расследований Еще и проводятся Превентивные Мероприятия Которые Проводятся Для того чтобы В дальнейшем Да Исключить Подобного рода Но техника Она техника Она всегда имеет Какие-то Недостатки Они проявляются Но их надо Очень своевременно Проявить Одно дело техника Другое дело Это человек И человеческий фактор Насколько Сейчас Техника Застрахована От неправильного Решения Человека То есть От неправильного Решения Пилота Или Диспетчерских Служб То есть Вот Как с этим Обстоят Дело Ну Да Довольно Большую долю Вот этот Human Factor Имеет место В авиации Как и в любом Другом Виде Транспорта Или производства Но Техника Развивается Авиация Развивается Очень бурно Идет вперед И Сейчас Современные Самолеты Настолько Наттырканы Электроникой Которая Уже Предупреждает Заранее Предупреждает О том Что что-то Может случиться Поэтому Тут безопасность Я думаю Довольно Высокого уровня Имеется В одном из интервью Я считал Что Представители И вы Тоже Говорили О проблеме Российских Военных Самолетов Которые Летают С выключенными Транспондерами В частности И для Гражданской Авиации Это действительно Проблема Сегодня Вот эти Полеты В нейтральных Зонах Которые Осуществляют Российские Военные Самолеты Ну Я могу Говорить Про 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 Наш Район Ответственности Рижский Полетный Функционный Район У нас Таких Громких Заближений Не отмечалось И до сих пор Не отмечается Более того Сейчас уже Проведена Некоторая работа В Балтийском Море Определен Маршрут Полета По которому Российские Военные Самолеты Летают И То есть Удалось договориться С российской Стороной Согласовать Вот эти Вот полетные Зоны Этот вопрос Решен И Международных Справочников Организационной Информации Опубликован Маршрут По которому Они идут По-моему Семь точек Таких Поворотных Точек До Ленинграда Нас Ну мы От этого Не очень Страдали Вообще-то Не страдали Надо Сказать Что Не отмечалось Ну По По Правилам Якобы Ну Должны Включаться Хотя бы Пересекая Трассы На них Не включаются Ну Не всегда Включаются Как Отмечались Случаи Что да С Не включенными Но это Я еще раз говорю В нашем районе Отмечалось Может быть Ну Несколько Случаев таких Самолет Летит И увидел Там Где-то далеко То есть Увидел Визуальный Да В основном То есть Радары Не фиксируют Или радары Фиксируют Допустим Режского Аэропорта Довольно Далеко Отдаленность Довольно Большая В Балтийском Море Не всегда Не всегда Их Видят И причем Этот самый Активный Ответ Если не отвечает Тогда Работает Пассивная Радиолокация Это Увидел Отображение С ответчиком Его конечно Видно Далеко И Хорошо 672 12 93 9 6 7 2 13 93 9 Телефон Прямого Эфира Звоните Присоединяйтесь К нашему Разговору Мы сегодня Говорим Об авиации И у нас В гостях Напомню Начальник Отдела Аэронавигации Агентства Гражданской Авиации Латвии Мария Продолжая Тему Военных Самолетов И поскольку В последнее Время В связи с С обострением И геополитической Ситуации Полеты НАТОвской Авиации Которая Осуществляется Над Балтийским Небом Миссия Воздушной Полиции Так называемая Вот В данном Случае Тяжело Договориться С военными Вот Чтобы все Синхронизировать Как-то Вот Чтобы не мешали Друг другу В этом Случае Потому что Приоритет у Военной Авиации Насколько я знаю Да Военная Авиация Если они Выполняют Миссии Обороны Но Самая главная Точка Мое мнение Такое Что Их немного Здесь Это постоянный Аэрополитинг Они там парами Летают Обычно Да Они выполняют Свои тренировочные Полеты Там иногда На задания Выходят Но С ними У нас имеется Контакт И есть договора Все И в основном Живем в дружбе Да Ну то есть Не возникает Никаких Противоречий Если допустим То есть Система уже Отлажена И не дает В этом смысле Сбоев Да Система работает Уже Много лет И Уже Наверное Некоторые Государства Несколько раз Уже побывали У нас На этой На этой Миссии Серьезных проблем Не возникает Всегда Можем договориться И тем более Сейчас Понимание Взаимопонимание Развивается И становится Все лучше И лучше А что касается Сближения Гражданских самолетов Над Рижским аэропортом Вот в зоне Подлета Насколько это Серьезная проблема Для Риги Учитывая Что для многих Аэропортов Ну Больших Мегаполисов В основном Это сейчас Становится Проблемой Потому что Там чуть ли не Пробки возникают При посадке Вот Рига Конечно Не столь перегружена Но тем не менее Вот есть эти сложности Ну По интенсивности Мы конечно Не можем Там соревноваться С большими Аэропортами Европы Но Тут Система Отлажена Есть процедуры У нас не было Такого что Приходилось бы Самолетам Отправлять Их в зону Ожидания Чтобы Получить Дождаться Своей очереди На посадку У нас Очень Очень Хорошо Развитая Система Трасс Она В общем-то И прямая И интенсивность Позволяет Без Особых Задержек Производить Взлеты И посадки То есть Получается Что диспетчер В Рижском Аэропорту Он Чувствует себя Достаточно Комфортно На рабочем месте Ему не нужно Постоянно Разруливать Если Говорить Про диспетчера То Опять же Говоря про Человеческий фактор Расслабляться Нельзя Статистика Опять же Говорит Что Была Бурная 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 Работа Много Самолетов Он обслужил А потом Тишина Стала И диспетчер Расслабился И в это время Это самое опасное Время для диспетчера Он Ну как бы Отключается Потеряет концентрацию Да Потеряет концентрацию И Вот это Такой Очень важный Нюанс Работы Диспетчера Что он Постоянно Должен быть Наготове То есть Это психология Да Вообще Диспетчер Это Особая категория Ну и наверное Все Других профессий Тоже считают Но я тоже Я сам Диспетчер Такая Постоянно Думать надо В пространственном В пространстве Но это математика Вот Диспетчер Это математика То есть Вы решаете Постоянно Задачу Я бы сказал Больше шахматы Шахматы Надо предвидеть Что будет И тем больше Дальше ты видишь Что там Может случиться Такой прогноз Для себя Выстроить Тогда Очень легко Работать Ну и тут же В то же время Все время Постоянно Надо будет На готове Что что-то Может случиться То есть С этой мыслью Надо приходить На работу Все время Да Эта мысль Должна присутствовать Диспетчер Это профессиональный Пессимист Да Вот я так понимаю Ну Пессимист Не пессимист Но В каждом Самолете Только 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 Этот вкус Почувствовать Что Бывало Так что И во сне Управляешь Самолетами После смены Всегда Анализируешь Что у тебя там Было Ну Вот это Наверное Присутствует У каждого Диспетчера Вначале Потом конечно Это все Ситуации Но Можно диспетчер Проработать Целый Свой Срок Я имею Ввиду По стажу Но И Один раз Только может Случиться Какое-то Такое Это как у сапера Диспетчер Ошибается Только один раз Да Так что Вот Это готовность Постоянная Она должна Быть Всегда Надевайте наушники У нас на линии Радиослушатель Знаем его мнение Здравствуйте Говорите пожалуйста Здравствуйте Да Слушаем вас Андрей Скажите пожалуйста Вот как сейчас Решается вопрос С полетами Аэроболтика Над Воюющей Украиной Судя по Слайд радару Они продолжают Летать Над украинским Воздушным Пространством Смарт лейн Продолжает Там летать Как решается Этот вопрос Безопасно Спасибо Спасибо Да Насколько я знаю Есть правила полета Над территориями На которых идут Боевые действия Там Если работает Артиллерия И так далее Есть уровни высоты Да Насколько я знаю Допустим Ну насколько Насколько нам Известно Над Украиной Над районами Где происходят Эти военные действия Наши самолеты Не летают Остальная территория Используется Воздушное пространство В обычном Порядке Ну а отмена полетов Была введена После трагедии С Боингом Малайзийским Ну после трагедии Конечно Тогда прошел анализ Вступили и международные Организации Наши ИКАов И все остальные Разграничить Эти полеты И В общем-то Решение Лететь Не лететь Над этим районом Просто Это решение Компании Если компания Принимает Такое решение То есть Она берет Ответственность Она берет И ответственность На это Ну я знаю Что Наши компании Такими рискованными Делами Не занимает Сейчас Прервемся На новости Рекламу Потом вернемся И продолжим Оставайтесь с нами Мы говорим Сегодня об авиации Мы продолжаем Эта программа Разворот Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Евгений Копейнов В гостах У нас сегодня Заместитель Простите нет Начальник отдела Аэронавигации Агентства гражданской авиации Марис Черненок Еще раз здравствуйте Добрый день Еще раз Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните Также пишите нам В видеочате На портале MixNewsLV И там Вы можете Оставлять свои комментарии Пожелания И вопросы Ну вот Продолжая тему Авиадиспетчеров И ошибки Авиадиспетчеров Поскольку Тоже есть случаи Когда из-за ошибок Авиадиспетчеров Происходили Трагедии И вот Опять же Возвращаясь к теме Которую я уже затрагивал Частично для пилотов Насколько Человек Застрахован Или подстрахован Может быть Это более правильное слово Техникой Вот Авиадиспетчер То есть Техника Блокирует Какие-то неправильные Решения Вот Авиадиспетчера Сегодня Есть Сейчас На наших рабочих местах Система Предупреждения Это когда Уже Приближается К критическому Расстоянию Самолет Между собой Тогда Звучит Аларм Значит Предупреждение А ну Если там Голосовые команды Конечно там Техника пока еще Не контролирует Я сказал 200 метров Или 300 метров Она Не определяет Такую ошибку То есть Получается Что все равно Вручную Разруливают Вот эти все Полеты И потоки Диспетчера В свою очередь Самолеты Тоже Оборудованы Сейчас Системой Предупреждения О опасном Избрежении И оно Довольно Часто Бывают И случаи Что Самолет Предупреждает Диспетчера Эй Меня там Проблема Проблема Может возникнуть И тогда Начинается Уже Исправление Ошибок В этой истории Кто главный Пилот Или диспетчер То есть Пилот должен Беспрекословно Слушаться Того Что говорит Диспетчер Или он Имеет право С ним дискутировать Во время полета Ну В контролируемом Пространстве Так называемое Где Диспетчер Команду Это управляет Воздушным движением Конечно Диспетчера Команда Диспетчера Нужно Выполнять В авиации Еще существует Такое Неписанное Правило Если Ты не понял Или что-то Непонятно Переспроси Не делай Глупости Не фантазируй Переспроси Это самый верный Вариант И тогда И так Можно и ошибки Выявить И Найти Правильное Решение Но Команда Диспетчера Конечно Капитан Может Спросить Может быть Что-нибудь Пониже Повыше Помедленнее Как-то Другим Методом Если это Возможно Диспетчер Конечно Идет Навстречу И Позволяет Такие Но Все В пределах Самое главное Это Безопасность В этих пределах Должно Все Существляться Вот вы Когда работали Диспетчером Вы говорили о том Что у вас был Такой опыт Вам У вас были Стрессовые ситуации Вот в вашем Опыте Когда вот вы Не знаю С дрожащими руками Отходили от пульта То есть Такой опыт был Стрессовые Ситуации Лично Я Не встречал Не было у меня Таких Стрессовых Были ситуации Когда очень много Работы И тогда И тогда Чувствуешь Что организм Включается Какие-то Дополнительные Резервы И начинают Помогать Ну в общем Начинаешь Счетная машина Второе дыхание Второе дыхание Появляется И мы Чувство После этого Когда все Хорошо Все это Операция Проведена Успешно Она всегда Должна была Успешно Тогда такой Очень хороший Такой Ну скажем Кайф То есть Удовлетворение Да Удовлетворение Получаешь Огромное В моем Веке Пока я работал Активным Диспетчером Управления Воздушным движением Были Несколько Случаев Угонов Самолетов Угонов Да Прямо В нашу смену Это когда Было То есть Это Это очень давно Это не Овечкины Вот случайно Которые В Ригу Тоже планировали Приземлиться Но там Нет Это Причем Где-то Где-то В Финляндии Был случай Это было В прошлом веке Я с 75-го года Работаю Диспетчером И тогда Рига была Выбрана Как Аэродром Посадки И начали Малежи Ставить Что это Не помню Сейчас не скажу Какой аэропорт Этот угонщик Выбрал Но у нас Тоже Ночью Проводилась Работа Все Видели В действии Вот эти Группы Захвата Как работают Броневики И ребята Ну Там Решился Вопрос Там К нам Они не попали Но такой Случай Был Ну А что Требует От диспетчера В такой Ситуации То есть Вот В случае Угона Самолета Или В случае Какой-то Террористической Апаки Диспетчер Какую Функцию Начинает Выполнять Сразу То есть Он как Переговорщик Как Модератор Или еще Может быть Какие-то Дополнительные На все эти Случаи Есть Раньше Мы называли Технологии Работы Сейчас Это Процедура На все Эти Всевозможные Случаи И У диспетчера Должен быть Переди Такой Справочник Случай Чего Открываешь Определенное Что сказать То есть Есть четкий алгоритм Да Да Чтобы Ну Как говорится Если немножко Голову потерял Так Это Справочник Такой Возвращает На место Но сегодня В связи С обострением Террористических Угроз Аль-Каиды Исламское Государство И так далее Вот эти правила Меняются То есть Правила Поведения Диспетчера В экстремальной Ситуации Скажем Захват Самолета И так далее Естественно Меняется Потому что Меняются Методы Этих Террористов Уже Раньше Зашел К командиру Или пилот Поставил Пушку И летим Туда А сейчас Уже Другие Варианты И вот эти Взрывы В воздухе И все остальное Поэтому И методы Другие Сейчас Применяются То есть Сейчас уже В принципе В основном Угонщикам Не нужно Доставить Самолеты Из точка В точку В точку Часто Нужно Просто Уничтожить Да Это Самое Страшное Дело Которое Непонятно Зачем Зачем Губить Непонятная Идея Люди Гибнут Это Очень Неприятный Случай Но Они Имеют Место Авиация Изменилась После 11 сентября Ведь По сути Вот Такой Новый Какой-то Виток В истории Авиации Потому что Вот эти Самолеты Которые Были Направлены В небоскребы На Манхэттене И Как раз Вот тогда Заговорили Самолет Как Не знаю Как Оружие Да Наверное Это был Такой Поворотной Точкой Во всей Жизни авиации С неприятной Черной Точкой Такой И Конечно Мы тоже Должны Реагировать Ну Надо сказать Террористы Довольно Такие Грамотные В этом Деле То есть Это тоже Шахматы Получается Это тоже Шахматы Кто кого Переделит Это так же Как и Угон машины Тоже Шахматы Это Гроссмейстерские Такие Да Ну вы кстати Вот 11 сентября 2001 года На рабочем месте Застали Вот эту Историю С терактами 11 сентября Не помню Я сейчас не скажу Но я уже диспетчером В это время не работал Ну в смысле Соследили Потому что Я так понимаю Что вся авиационная Общественно Ну понятно Что вообще Весь мир Но тем не менее В первую очередь Авиационная Общественность Наверное Ну согласитесь То что Стали показывать Это До сих пор Еще такие фрагменты Показывают Уму невообразимо Такая Такая операция Которую Эти террористы Провели Это ужасно Ужасно 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Звоните нам Также Пишите в видеочате На портале MixNews.lv Говорим мы сегодня Об авиации У нас в гостях Начальник отдела Аэронавигации Агентства гражданской Авиации Латвии Ну вот Еще одна проблема О которой Хотелось бы поговорить Сейчас Она немножко Менее актуальна Чем раньше Это так называемые Лазерные указки И попытки В основном Кстати Подростков Осветить Заходящие на посадку Или идущие на взлет Самолеты Вот Что сегодня происходит В этом смысле У нас тоже была Такая Года два Наверное Года два тому назад При заходе Со стороны Имманты Пилоты писали Докладные Что вот в это время С таким-то Такого-то Расстояние Это очень опасное То есть Ослепляют пилот В этот момент Это ослепляет пилот Причем Самый Самый Такой Ответственный Момент Это Момент Захода На посадку Когда Экипаж Работает И тут Если его Ослепили Даже На короткое Время Это Это тоже Такое Ужасное Упражнение Которое У нас было Мы Все дела Передавали Государственную Полицию Надо Сказать Что сейчас Эта проблема Пропала 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 Да Уже Таких нет Но был Один такой Всплеск Действительно Было Всевозможное Но очень трудно Его вычислить Он где-то сидит В высотном здании На заходящей Лазере Мощные То есть Из микрорайона Допустим Из иманта Просто из окна Взял Направил На самолёт Подокладом То зелёный То красный Луч Попал К кабину Таких Критических Ослеплений Не было Мы не пострадали Но случаи Были И довольно много То есть Получается Что эта школьная Указка Она обладает Достаточно Мощным Лазером Если может Из иманта Добить До летящего Самолёта Сотни метров Или километров Трудно сказать Какой аппаратура И с какой цель Использовалась Это страшная игра И недопустимая Потому что Тот кто светит Не знает Может его Брат или сестра В этом самолёте И не дай бог Что-то случится А лётчики готовы Их специально готовят К таким Историям Вот к таким ситуациям Что может возникнуть Какая-то Вот подобная Какое-то подобное Препятствие Ну лётчик Так же как и диспетчер Должен быть готов К всему Ещё больше У него возможностей Техник Он И Всевозможные И птицы встречаются И молнии И всё остальное Это всё В воздухе находясь Можно встретить А кстати Вот насчёт молнии Насколько это серьёзная Угроза Потому что говорят о том Что несмотря на то Что выглядит это достаточно страшно Но самолёты защищены И в случае даже Попадания молнии В корпус Ничего с ним не случится Ну После После ударов Молнии На самолёте Просто остаётся следы Видно Да Ну Бывали случаи Встречи с шаровыми Молниями То они там И по По салону Пролежали У нас тоже было Или это всё-таки Мировая Это мировая Такая У нас такого Не отмечалось Ну Тут опять же Действия Действия экипажа Есть определённые Расстояния От грозовых облаков Сколько надо выдерживать Всё остальное Метеорология тоже Очень много Казусов предоставляет Это же утренние брифинги Да Утренние Дневные И так далее Да Вот эта история Вам Кстати Вот Самолёты Которые Летают Из Рижского аэропорта И в Рижский аэропорт Вам приходилось Сталкиваться с молниями То есть Вот именно С ударами молнии На моей памяти Где-то Последние Два года Я не встречал Таких сообщений Что Были Были Такие случаи А до этого Были Бывали случаи Они Постоянно Летом Когда стоят Вот эти Кумулы Нимбус Большие Столбы Это Самое опасное Не только По линии молнии Но и Там И воздушные движения Вверх Идущие Вниз Идущие Они Очень Очень Большому самолёту Может не столько Вреда Если маленькие попадают Это Кувыркаться приходится А что кстати происходит С самолётом Во время попадания Молнии То есть Отключают ли это Электроприборы Которые работают На борту В этот Ну смотря куда Попадает Обычно Молния попадает В антенны Скажем Радар Самолётный И он как Громоотвод Получается Ну Если вы видите На крыльях У них Щёточки Такие Это тоже Наверное В связи с этим Такой отвод Трудно сказать Ну бывает Отказ связи Может быть Радиостанция Попадает Но У самолёта Всё Резервировано Если резерв Есть Несколько И когда уже Всё выходит Ещё есть Другие методы Как он может Сообщить диспетчеру О Случившемся А шуровые молнии То есть Этот феномен Насколько изучен В авиации сегодня Потому что Действительно Есть даже Знаменитые кадры Если я не ошибаюсь Это в фильме Экипаж Как раз была История Когда шуровая молния Шла по салону Ну вот И отмечались Се случаи В реальной жизни Насколько Вот этот риск Учитывается Вот возникновение Шуровой Очень редкий Очень редкий То есть Такая угроза Серии сотой процентов Нет Тут конечно Ужасаться не надо Это очень редко И Наши Широты Не богаты Такими Шаровыми Волнями С такими случаями А если говорить О таких Более Прозаичных вещах Это сильный ветер То есть Посадка При сильном ветре Мне однажды Приходилось садиться Во время урагана Это было Я летел из Мадрида В Берлин И когда мы садились Это Напоминало Американские горки То есть Самолет Буквально Его просто Как маятник Шатало Когда я Обратил Внимание Сильный ветер Для Рижского Аэропорта Я сейчас Не скажу Конкретные цифры Но есть Определенная Сила ветра При которой Уже Выполнять посадку Скажем Боковой Сильный боковой Ветер Да самолет Сносит Буквально Ну у нас Наш аэродром Расположен Север На Юг-север Строго И Ну Все наверное Знают Что посадка В взлет Против ветра Идет Он может быть Немножко боковой Тогда смотрит Там опять же Уже математика Вступает Это как Составляющую Да И пилот Парирует Вот эти все Моменты Часто бывало Что так Криво садимся А потом Опять же Надо Выставить его На полосе Вывести Это так Экстремально Когда при сильном ветре Садится самолет И Ну его так Заносит Буквально Если со стороны Много в ютубе Кстати роликов Есть Связанных Кстати А птицы Птицы Из-за которых Кстати вот История С знаменитой Посадкой На Гудзон Когда летчик Посадил самолет Как раз Стала причиной Именно птицы То есть я понимаю Что самолеты Оборудованы Системами Отпугивания Птиц Но тем не менее Не всегда Это работает Система Отпугивания И на Аэродроме Имеет Но Там ультразвук Или что-то такое Птицы Это такое Создание Которое быстро Привыкает К этим самым Отпугивающим Действиям Они привыкают Уже не обращают Невания Надо постоянно Менять там Программы Меняются Программы Но Попадание Птиц Это конечно Если в двигатель Это ясно Что двигатель Надо менять Это взрыв Серьезные Серьезные Финансовые Потери Но это опасно Или в принципе Это выглядит Просто страшно Учитывая что Несколько двигателей Самолета То он даже С неработающим Двигателем Может сесть Да 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 Ну сейчас Современные самолеты Как минимум Два двигателя Имеет И он Одном двигателе Еще может Продолжать полет Так что Энерговооруженность Самолета Выдерживает Вот эту потерю Одного двигателя Но случай конечно Погреждения Это После встречи С птицей Конечно Надо Складывать Какой-то На ремонт Опять же Проверку Всех узлов Там где-то Поблизости Голопопадания Это серьезные Серьезные Расследования Ведутся После уже Случая Но это Состояние С количеством Птиц В зоне Взлета И посадки Это ведь Такое Постоянно Мониторится Правильно Постоянно Да Есть Взлет не дает Если есть Стая птиц Ну вот Весеннее Осеннее Миграция Это Страшное Ну Не то что страшное Но самое опасное Время Время Когда можно Встретить Птиц Вот сейчас Вот сейчас Они кстати Начали Возвращаться Вот Сообщается Из-за Потепления Птицы Возвращаются Да Перелет Есть Специальные Мы работаем С природными Вот эти Которые По природе В миграции Карты Полетов Составляются Все это Изучается Ну На аэродроме Если там Где-то Будет Какой-то Мусорник Открытый Конечно птицы прилетят Поэтому вот это все Должно быть Чистым В районе Самый опасный момент Взлет Посадка И Двигатель еще Не вышел На нормальный И его Срезал Это Может быть И последствия Поэтому В районе Аэродрома В районе полосы Это очень Очень Такое Чувствительное Если Там Какие-то Отбросы Выбрасываются Этого не должно быть И за этим Следят специальные Службы То есть аэропорт Должен быть Стерильным Стерильным Да Здесь Ведь еще Как я вот Сейчас В голове Представляю Расположение Нашего аэропорта Это рядом лес И рядом море Ну Относительно рядом Соответственно Это чайки И там Другие лесные Обитатели То есть Несмотря на то Что Аэропорт Как сказали В стерильном состоянии Находится Вот эти Птицы Они Они прилетают Поэтому Не только Там какие-то Пищевые отходы Скажем Лужи на аэродроме Где-то Да там Расставил снег Получился Прилетают Эти перелетные птицы Могут даже сесть И это тоже Большая помеха Поэтому И И это Очень Внимательно Устраняется Все эти Случаи Воды То есть То есть Чтобы воду Откачивают И так далее Да 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 Все Там Очень Очень Такое Целая система Работает На то Чтобы Аэродром Был На Нужной Кондиции И Ничего Не привлекало Тех же птиц Самые дурные Птицы Это чайки Чайки Да А самые умные Это вороны Еще По-моему Статистика Говорит Что ни одной Убитой вороны На полосе Не находили А чайки Они Действительно Такой Глупая птичка Ну кстати Вот В вашем опыте Насколько часто Самолеты Несмотря на все Технологии Которые присутствуют Сталкиваются С птицами То есть Сегодня В 21 веке Это Серьезная Серьезная Угроза Нет Эти случаи Бывают Они довольно Довольно Часто И как я сказал Уже Во время миграции Они усиливаются И Требуют И действия Сработников Аэродрома И компании Чтобы Сокол Хороший Хороший Отпугиватель А то есть Сокол На вашей стороне Он союзник Службы Аэропорта Ну Не знаю Почему Не применяется Этот метод Он Говорят Это очень Хороший Метод Появляется Сокол Все остальные Улетают Еще один вопрос Очень мало Времени у нас Остается Это Разгерметизация В салоне Одна из Наиболее Частых Историй В том числе И Латвийская Авиакомпания Арболтик Периодически Приходит информация О разгерметизации В салоне Самолета Вот Это Достаточно Пугающая Ну Во всяком случае По звучанию Такая Поломка Насколько Она Опасна Или Безопасна Для пассажиров Ну Тут Опять же От От Метода То есть Не от метода Место Где это Произошло Если На большой Высоте Тогда После Реграммизации Обычно Идет снижение Идет снижение Ближе К нормальному Давлению И Ну Я Так Таких Критических Случаев Тоже В своей Практике Не Припомню Чтобы Было Какими-то Там Исходами Неприятными Но Случаи Бывают Техника Она Отказывает И Это Когда Маски Кислородные Падают Знаменитые На большой Высоте Тогда Там И Кислорода Немного Приходится Дышать Вот Этим Ну Опять же Система Самолетов Защита Самолетов Очень Отработаны Эти Случаи И Методы Пилоты Знают Специально Тренируются На тренажерах Отрабатывают Эти все Действия Чтобы Он был Опять же Всегда На готове Как пионер Всегда готов Так точно Ну что Я думаю Что На этом Мы сегодня Завершим Нашу программу Вот Можно Наверное Сказать Что Летать Самолетами Безопасно И Во всяком случае Вот мы Обсудили Сегодня Такие Популярные Основные Угрозы И Вот Как Сказал Наш Эксперт В общем Несмотря на то Что они Конечно случаются Но В основном Самолеты Да и люди Подготовлены К тому Чтобы Им Противостоять И чтобы Все люди Вылетев из точки А Прилетели в точку Б Напомню Что у нас в гостях Был Глава Отдела Аэронавигации Агентства Гражданской Авиации Марис Черненок Спасибо вам Большое За это интервью Далее В эфире Большой круглый стол Будем говорить О мегаполисах Оставайтесь с нами Очень скоро вернемся Большой круглый стол